Бессмертна победа, бессмертны её солдаты. Сосредоточием праздничной энергии в Ульяновске стала Соборная площадь. В городе трудовой доблести состоялся военный парад. Самые почётные места у тех, кто подарил потомкам мир, жизнь и сегодняшнее майское утро. Для них путь до знаменательной даты был тернист, наполнен горечью утратой. И как бы трогателен не был смысл тех страшных событий для современного поколения, в полной мере понять его глубину способны лишь ветераны и те, кто прошёл страшные годы, воевал на фронтах и трудился в тылу, отстаивал блокадный Ленинград и боролся за жизнь в концлагерях. Меня застала война в Ленинграде. Я житель блокадного Ленинграда. И вы знаете, наш ленинградский девиз был «Чужих детей не бывает». И поэтому всё наше поколение боролись и делали для детей всё, что могли. Даже пример такой, что в Ленинграде, если родители теряли своих детей, мало ли, умерли в кладовку и оставались сироты, они брали их в свою семью. Боролись до конца, не жалея сил самоотверженно держали оборону перед лицом общего врага. Сегодня на праздник Валентина Николаевна пришла с букетом сирени. Для неё каждая веточка – символ победы и памяти о тех, кого судьба забрала много лет назад. О героях помнят в каждой семье, ими гордятся, на их поступки равняются. Для меня это праздник как бы со слезами на глазах. Я всегда говорю спасибо деду за победу. Но дедушка мой не дожил всего лишь 10 дней. 20 апреля 1945 года он погибает на Зиеловских высотах. А 1418 дней, которые страдала наша страна до Великой Победы. И я благодарен тем людям, которые сделали эту Великую Победу. Сегодня полковник запаса Евгений Демич вместе со своими боевыми товарищами участвует в параде. Перед началом на главную площадь города выносят флаг Российской Федерации. Сразу за ним копия знамени Победы. Именно такой был поднят над Рейхстагом в 1945 году. Парад торжественно принимает начальник Ульяновского гарнизона полковник Дмитрий Бадаев. Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Я выражаю признательность всем жителям Ульяновской области за единство, поддержку и сплочение. Это основа наших успехов, фундамент побед и достижений, залог светлого, мирного и прекрасного будущего. Торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона открывает парадный расчет барабанщиков Суворовского училища. Держа равнения на ветерана встроенной колонны марширует кадетский корпус юнормейцы. Знаменная группа десантников, представители силовых структур. Парадный расчет женщин-офицеров управления возглавляет майор внутренней службы Каткова Ольга Александровна. Не уступая пешим расчетам, по площади движутся армейские машины. Больше десяти моделей заранее подготовили к демонстрации. Несмотря на то, что парад, посвященный 79-й годовщине со дня Великой Победы, организован в сокращенном формате, самую зрелищную его часть решили оставить. В этом году место легендарного танка Т-34 занимает бронированная машина «Тигр». Аналогичная модель сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. «Тигр» предназначен для перевозки различных грузов и личного состава по бездорожью. Корпус сделан из бронелистов толщиной 5 мм, что делает его одним из основных автомобилей на линии фронта. Для зрителей, кто впервые увидел машину, это возможность воочию познакомиться с военной техникой. Для бойцов СВО это верный технический помощник. Те герои, кто на данный момент не держит строй на западных рубежах Отечества, пришел на праздник, чтобы отдать дань уважения соотечественникам. «Праздник этот для меня очень великий, потому что наши деды воевали. И выпала честь нам встать в их строй и продолжить их подвиги. Принимали мы участие по захвату аэродрома Антонов в городе Гастоми. Долу врага находились». Несмотря на то, что шествие бессмертного полка отменили, горожане пришли с фотографиями героев своих семей. Другие же хранят память поколений в сердце. Инсталляции, тематические площадки с боевым оружием и формой 40-х годов ульяновцы посещают семьями. Ребятишки школьного возраста заинтересовались полевой кухней. О внимании их родителей приковал музей под открытым небом герои и подвиги. «У меня воевал дед Данилин Иван Никитич. 1920 года рождения. Прошел всю войну, весь фронт, был сержантом, потому что благодаря им мы живы, живем. И что у нас прекрасные дети, внуки у некоторых». «Для нас, как для всей страны, это большой праздник. Поэтому мы пошли на площадь, поддержать всех, порадоваться вместе со всеми. Естественно, у нас, как и у любой семьи в России, есть предки, которые воевали, которые побеждали. Мы ими очень гордимся, мы их помним». Помнят и гордятся в каждом доме. Подвигам и героизму посвящена выставка «Семейный архив. Дорога жизни». Она представлена впервые на площади Ленина. Это один из элементов праздничной программы, которая расписана буквально по минутам. Тематические площадки сосредоточены не только на центральных улицах города, но организованы в муниципальных образованиях области. Александра Никитина, Анатолий Рассохин. Управда. ТВ.